МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня среда, 22 мая. В студии Рушан Бараев, коротко о главном. Почему многие местные товары не выдерживают конкуренции, хотя у них меньше затрат на логистику и таможню, узнавала Людмила Батюшкина. При Карагандинской области такого не было. Жители Жан-Арки боятся попасть в больницу. Причина – острый дефицит врачей на селе. На призы Акима области в Караганде 100 спортсменов с особенностями собрались на спартакиаду по пяти видам. Две трети материалов, используемых при строительстве в Казахстане, местного производства, похвастались в Минпроме. Однако многое сырье и оборудование застройщики предпочитают закупать из-за рубежа, так как оно лучше или дешевле. Почему многие местные товары не выдерживают конкуренции, хотя у них меньше затрат на логистику и таможню, узнавала Людмила Батюшкина. Толиген Ашимов 40 лет в строительном бизнесе. Считает себя патриотом, поэтому старается закупать отечественные материалы. Но не всегда получается, потому что он тоже должен построить безопасное и качественное жилье, к тому же с адекватной стоимостью за квадратный метр. Многие же местные производители сами подрывают доверие к себе, считает Толиген. «Например, возьмем кабель. Очень важная часть, пожалуйста. Вот, ну, если взять, например, кабель 3х95, никто же сечение кабеля же, что он 95 мм квадратов, быстро не замерить же. А наши как-то аппараты так поднастроят, да, что он не 95, ну, скажем, 85 квадратов дает. Ты такой кабель проложил, а завтра дали на груз, кабель сгорел. А оно тебе надо? Ты же отвечаешь в генерном подрядчике. Ну, это вот таких, прямо таких жильнических схем много. Точно так же на изоляции кабеля. Ну, много, вот на привесках». Не все местные производители стремятся к высоким стандартам, предпочитая высокие прибыли, говорит предприниматель. Но хороших примеров тоже много. Проблема в том, что они не в силах сделать свои товары узнаваемыми, считает один из местных товаропроизводителей Бахтияру Марханов. «Наша краска ничем не хуже, а самое главное, два, три, а даже иногда и четыре раза дешевле. Но, к сожалению, здесь есть такой момент, что у нас нет возможности максимально об этом говорить, рекламироваться. То есть это на сегодняшний день средства». Многие товары в стране не производят. К примеру, напольные покрытия, подвесные потолки, арматуру для системы отопления, вентиляции, кондиционирования. И это только в сфере строительства. И все-таки ситуация улучшается, считают чиновники. В этом году в Карагандинской области на разные меры стимулирования бизнеса истратят 27 миллиардов тенге. К тому же помогают бизнесменам найти друг друга. «Мы проводим форумы, там уже проводятся диалоговые площадки B2B, где они договариваются между собой. И заключаются контракты и договора. В прошлом году системы производящих предприятий получили местную продукцию на сумму 140 миллиардов тенге». Акимат даже берет на себя роль рекламного агента. Например, разрабатывает каталог промышленных предприятий, местных товаропроизводителей с указанием их контактов, чтобы иностранные инвесторы или отечественные предприятия могли найти для себя поставщиков местного сырья и товаров. Однако и от последних нужна активность. Сейчас в Казахстане разрабатывают несколько новых кодексов, о предложении от товаропроизводителей особо не слышно, говорят общественники. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Пятый канал. Еще семь коммунальных пляжей организуют в области. В регионе начинается купальный сезон, и в ДЧС уже подготовили 10 мобильных групп для проведения спасательных работ. В Акимате региона говорили о готовности к купальному сезону. Подробнее в сюжете. С 1 мая в ДЧС взялись за проведение сезонной профилактической работы с населением и водопользователями перед купальным сезоном. Проходят совместные ряды с полицией, патрулирование на водоемах, беседы с населением с вручением памяток, линейки в школах, интерактивные уроки и рассылки с правилами в родительских чатах. Для обеспечения безопасности населения, проведения спасательных работ на водоемах в области, к нами подготовлено 10 мобильных групп в составе порядка около 100 человек, 20 единиц техники и 25 единиц плавательных средств. Выделены средства на закупку необходимого оборудования для безопасности на воде, громкоговорители, наблюдательные вышки, информационные баннеры и другое. Через карьерные центры планируется привлечь и обучить около 70 общественных спасателей. В прошлом году по области создано 8 коммунальных пляжей. На стадии реализации еще 7 организованных мест для купания. Три в Осокаровском районе и два в Каркаролинском, по одному в Семертау и Караганде. На территории города Караганды действуют два коммунальных пляжа на Федоровском водохранилище. Один из них был создан в 2023 году. В этом году мы об этом информацию дали, ввиду того, что даже при том, что создали еще один пляж, территории все равно мало. И сейчас проводится в управлении парками работа по расширению еще дополнительного участка. Также там будет срезан склон, приведен в порядок 9 дно. И установлены все необходимые элементы для купания. И также будет контроль со стороны спасателей. 22 водоема, непригодных для купания в Караганде. Пробы СЭС еще не готовы, но предположительно в озере Центрального парка будет запрет на купание. На Федоровском водохранилище также планируется открыть 5 частных зон отдыха. Идет работа по организации еще одного коммунального пляжа на Голубых прудах. Глава региона поручил ускорить процессы создания коммунальных пляжей и подготовить их в соответствии с требованиями правил водной безопасности. Мы должны усиленно работать в этом направлении. Нужно не допускать открытия частных зон массового отдыха с нарушением правил безопасности. Акимам районов следует держать этот вопрос на непосредственном контроле. Ирина Вобещевич, Николай Шевелев, Пятый канал. Работы по открытию профильных площадок на базе еще двух колледжей. В Актагайском районе можно будет отдохнуть в шестидневном юрточном лагере. А вот пришкольные лагеря начнут работать уже с 3 июня. В этот день пройдут также профилактические акции «Безопасное лето», «Безопасный аттракцион» и «Безопасный лагерь». Оздоровление будет в 8 загородных, 423 пришкольных лагерях с организацией питания и на 452 профильных пришкольных площадках без питания. Также летним отдыхом охватят детей с особыми образовательными потребностями. Летом отдохнут и все воспитанники детских домов. В специализированных школах и инновационных лицеях области будут организованы летние языковые школы, языковые курсы. В рамках проекта «Летние каникулы», финансируемого фондом «Казахстан Халкана» отдохнут дети, которые достигли высоких показателей в учебе, активно участвуют в школьной жизни и различных олимпиадах и конкурсах. Осуществлять постоянный мониторинг по организации оздоровительного отдыха занятых сейдосов и детей и подростков. Департаменты по чрезвычайным ситуациям усилить контроль по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в местах организованного отдыха, в том числе перевозки детей, проведение экскурсионных мероприятий, а также время купального периода. Управление образования здесь должно быть четкое взаимодействие вместе с департаментом ДЧС и ДВД в области. Прямо рабочую группу создайте, чтобы за безопасность отвечать. Жители Женарки после отделения от Карагандинской области стали бояться попасть в больницу. Недавно там умер 18-летний мальчик от обычного аппендицита. Причиной люди считают острый дефицит врачей. Почему до сих пор население хватает медиков и видит ли выход Министерства здравоохранения, выясняла Людмила Батюшкина. Родные 18-летнего Амира и опомнится не успели, как потеряли ребенка. Через три дня после дня рождения он стал жаловаться на боли в желудке, его увезли в больницу. Врачи удалили ему аппендицит. Сказали, что операция прошла хорошо, но мальчику становилось хуже. Затем повторная операция на утро юноше не стала. Мать до сих пор не получила результаты экспертизы, но винит врача. Говорит, в больнице даже обходов не было. Был специалист, но они уехали. А она сама только сейчас и специалист, и главврач. И поэтому она только одна была, чтобы операцию сделать. Мы даже не выписывались. В больнице был. И повторно, когда операцию делали, сказали, что там гной. Полный гной. Пока его там промыли, сказали, что до утра пора будет ребенок. А утром уже сказали, что скончался. Жалуются и другие жители Жанарки. С тех пор, как район стал относиться к области Улытау, они боятся попасть в стационар. Все потому, что узких специалистов катастрофически не хватает. На всю межрайонную больницу только один хирург, детский. И тот на пенсии. Адора и центра Улытау 12 часов езды. У нас очень мало узких специалистов. Например, эндокринолога у нас нет, окулиста нет. И, например, смотрите, если человек попадает экстренно в больницу, да, и если ему не могут оказать там помощь, ну, нужна сложная операция. Нас могут направить в Караганду, но нас в Караганде могут не принять, так как мы сейчас относимся в Улытау. А чтобы поехать в Улытау, это 12-часовой промежуток, ну, чтобы поехать 12 часов. А за 12 часов может случиться все, что угодно. Поэтому мы просим, чтобы нам дали хороших хирургов и ни одного. По словам директора Жанаркинской больницы, которая теперь стала межрайонной, в ней не хватает пяти врачей, в том числе невропатолога, хирурга-травматолога, нейрохирурга, реаниматолога. Вообще дефицит кадров, оно существует, оно везде есть, да, в больших городах тоже есть, у нас в том числе. Поэтому сейчас реализуется проект, государственный проект модернизации сельского здравоохранения, в рамках которого выделяются подъемные для сотрудников, которые будут приезжать, которые будут работать. И мы тоже в рамках этого проекта везем работу. Сколько бы вы приняли сотрудников? Необходимое количество в этом году с областным ассихатом у нас утвердили на пять специалистов подъемные. По данным Минздрава, на сегодня в сельской местности по стране не хватает почти пяти тысяч медиков. Почти десять тысяч специалистов продолжают работать в медучреждениях даже после выхода на пенсию. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Пятый канал. Порывы ветра накануне повалили старые тополя на одной из центральных улиц Караганды. К счастью, никого не оказалось рядом. Но теперь стволы деревьев мешают жителям. Сухой треск заставил жителей Гоголя-33 заинтересоваться происходящим и выглянуть в окно. Спустя считанные секунды жильцы обнаружили упавшие деревья на их дворовую территорию. Обошлось без пострадавших. Толком ничего не поняли. Чего-то трещит, трещит. Тут головой летает птица, чирикает. Толком не поняли. А потом, когда заметили, что деревья упали, это было в часов 10 или 11 утра. Хорошо, что на дома не упало, а упало в ту сторону. Карагандинцы считают, выпадение осадков ранее могло ослабить корни тополей, а сильный ветер и возраст деревьев поспособствовали случившемуся. Жители 33-го дома по Гоголе рассказали, что на протяжении дня обращались в управление по чрезвычайным ситуациям. В Акимате района Козыбек-Би, к которому относится улица, прокомментировали, что служба приступит к уборке. Касательно дерева по улице Гоголя, дом 33, сообщаем, что в текущий адрес включен план работы. Также оповестили, что можно произвести вынужденную вырубку деревьев, если они могут причинить ущерб здоровью граждан или их имуществу. Но факт устанавливается актом о свидетельствовании аварийно-спасательных служб с последующим уведомлением уполномоченного органа в течение трех рабочих дней с момента вынужденной вырубки. Вода течет по розеткам. Два года жители пятиэтажки в Абайе живут практически без крыши над головой. В дожди дом затапливает до самого подвала. Жители больше года назад подали заявку в Центр модернизации ЖКХ, готовы платить, но дождаться ремонта не могут. Жители этого дома с ужасом ждут каждого дождя, потому что вода с потолков и стен начинает течь в каждой квартире, включая первые этажи. Бежит крыша, с люстры капает постоянно по бокам, где проводка идет. В этом году даже замкнуло. Резетки у нас пропали, провода перегорели. Пришлось вытащить, разобрать, чтобы дальше не замыкало постоянно. Свет здесь вообще не включаем. На кровати он постоянно полиэтилен, потому что спать невозможно. Спим все в зале, все дети. Ну и мы плюс, потому что невозможно капать на голову. Здесь сейчас убрали. Постоянно, когда дождь идет, здесь стоит большой тазик и несколько раз за сутки приходится воду выливать. Жить в таких квартирах невозможно, говорят жильцы. Сырость, плесень, грибок и зловоние. Ремонт и делать бесполезно. Проблемы в доме начались 20 лет назад, но последние два года стало просто невыносимо. С 2004 года крыша регулярно бежит, делаем ее, но все равно ее постоянно ветром срывает. Дом так стоит, что ветер постоянно отрывает эту кровлю. В этом году должна была быть модернизация в мае, но говорят, что денег нет и не скоро ожидается. И это очень плачевно. Это влияет и на стены, несущие стены, потому что они все равно разрушаются. Потому что влага, оно иногда высыхает, не высыхает, но при этом все равно материал средний разрушается. По словам жителей, еще год назад они обратились в Центр модернизации ЖКХ Карагандинской области и заключили договор на ремонт дома. Ремонт кровли, заделку швов, замену окон и козырьков в подъездах оценили в 105 миллионов тенге. Центр должен выделить эти деньги, а жильцы будут возвращать их в течение 15 лет. Ремонт обещали начать в конце апреля, но договор со строительной компанией так и не заключили. В прошлом году с жителями были полностью документы сданы в то Центр модернизации ЖКХ Карагандинской области. В настоящее время, вчера я сам разговаривал с ними, с Центром модернизации. Они нам обещают на следующей неделе заключить договор с подрядной организацией. И после этого сразу приступают к ремонтным работам. Когда именно? Примерно? Примерно, думаю, с 1 июня, наверное, начнут. По данным Центра модернизации ЖКХ, желающих участвовать в программе много. Но в этом году по всей области смогут отремонтировать только 4 многоэтажки. Так как возвратных денег с предыдущих проектов не хватает, их съедает инфляция. А новых республиканский бюджет не выделяет. На восстановление лифтов денег вообще еще не выделяли. Зато есть деньги на газификацию частных домов, но люди не обращаются. В последние дни мая для особенных детей в Карганде проведут ряд благотворительных акций. Ребята посетят развлекательные, игровые центры получат подарки. Мероприятие организовывает отделение социальной помощи района Алихан-Букихан. Для детей с ограниченными возможностями подготовили угощение, подарки, шоу с аниматорами. Отделение социальной помощи нередко устраивает акции, которые помогают ребятам социализироваться, обрести новых друзей, снять эмоциональное напряжение и весело провести время. Большое спасибо организаторам, что часто организовывают такие мероприятия для наших детей, нашим соцработникам за помощь, за поддержку постоянную. Дети очень счастливы, всегда рады, всегда с удовольствием приходят на такие мероприятия. 30 ребятам накрыли сладкий стол. Акцию провели ко Дню защиты детей. В последнюю майскую неделю организуют ряд мероприятий, посвященных празднику. В планах включены походы в рестораны, кафе, игровые центры. Детей ждут карусели, аттракционы, игровые автоматы. В общем, веселье и радость. Приятно дарить настроение детям. А в целом мы оказываем особенным детям 8 видов социальных услуг. Социально-бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, культурные, экономические и правовые. У нас дети творческие, поэтому делают очень много подделок, рисуют, аппликацией занимаются. Очень много детей у нас участвует в спортивных состязаниях. Вот по спортивным состязаниям боча есть такой. Вот у нас девочка поехала сейчас в Финляндию, съездила в Финляндию. И в Торусском и ЛАК у нас девочка тоже участвует в соревнованиях. Отделение помогает особенным детям во взаимодействии с окружающими, адаптироваться в современном обществе. Сообщили, что в дальнейшем планируется проведение акций в Пришахтинске. Дарья Чеканина, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев, Пятый канал. И развернулось музейное шоу. Побывать на мастер-классах, увидеть коллекции местных дизайнеров, поближе познакомиться с искусством каргантинских талантов смогли посетители музея изобразительного искусства. Музей – это не только картины, экспонаты и скульптуры. Частенько он захлестывает посетителей интересными событиями и встречами. На днях Храм искусств собрал креативных и талантливых художников, дизайнеров, певцов, искусствоведов нашего города. Мероприятие посвятили 90-летию города Карганды и Международному дню музеев. Атмосферу праздника дала концертная программа от группы «Армандо Стар». Также для жителей организовали настоящее шоу, включившее в себя боди-арт, выставку из фондов музея, где представлена Карганда в фотографиях, живописи, графике и демонстрацию костюмов. Дарья Чеканина, Николай Шевелев, 5 канал. «Искусство вечно» в Карагандинском университете имени Букетова прошел литературно-музыкальный вечер «Кюйгэмэр», посвященный певице-композитору Аккес Ахметовой. Подробности в следующем материале. В Карагандинском университете имени Букетова прошел культурный вечер. Приглашенными гостями стали Акыны и различные исполнители «Кюйгэ». По словам ректора университета, такие мероприятия позволяют развивать духовную составляющую подрастающего поколения и сохранять национальную культуру. «Одной из главных миссий университета является дать правильное воспитание подрастающему поколению. Поэтому у проходящего мероприятия воспитательные цели. К нам пришли писатели, акыны и музыканты с разных мест страны». В мероприятии приняли участие Сакент Ружбеков, Тулиубай Аскаров и Жангали Юзбай. Все это люди, которые внесли огромный вклад в казахстанское искусство. Музыкально-литературный вечер тронул сердца зрителей песнями и музыкой. В конце мероприятия были вручены грамоты и дипломы почетным гостям. Быстрее, выше, сильнее. В Карганде 100 спортсменов с особенностями собрались, чтобы в очередной раз достичь новых высот. Седьмая областная спартакиада по пяти видам спорта проходит на трех площадках в течение двух дней на призы Акима Каргандинской области. Подробнее в сюжете. Мы рады приветствовать вас на открытии седьмой областной спартакиады среди людей с ограниченными возможностями. Имеющие за плечами победы и опыт спортивной борьбы участники седьмой областной спартакиады среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением органов слуха и зрения собрались на церемонию торжественного открытия. Это около ста спортсменов с городов и районов нашей области, что говорит о том, что число участников с каждым годом растет. Сегодня присутствуют одни из сильнейших спортсменов в пяти видов спорта, которые прошли отбор у себя в регионах и сегодня представляют на областных соревнованиях. В течение двух дней будем находить праздник на сборке Карагандин. Спартакиада проходит на разных спортивных площадках города. Дворец имени Нуркена Абдирова, спортивный комплекс «Жастар», стадион «Шахтер». Возраст спортсменов от 16 лет и без ограничения. В состязаниях не участвуют мастера спорта, чтобы участники спартакиады были на равных. Данная спартакиада проводится с целью увеличения количества мероприятий для людей с ограниченными возможностями. С целью популяризации спортивного движения в нашей области, в нашей республике. Чтобы спортсмены не сидели дома, чтобы они занимались спортом, чтобы они привлекали как можно большее количество людей к занятиям спортом. А также мы будем отбирать сильнейших ребят для формирования национальной сборной и сборной нашей области. В программе «Пять видов спорта» – мини-футбол, настольный теннис, легкая атлетика, шашки и тогас-кумалак. Ирина Шпенгер – карагандинка. Она уже в третий раз участвует в спартакиаде, намерена проявить себя в паронастольном теннисе, к которому приобщилась с 2018 года и с тех пор оттачивает технику, пополняя копилку наград. Мне нравится паронастольный теннис, потому что, так как я по своей болезни, это единственный вид, где я еще могу участвовать и вкладывать себя в развитие Казахстана и в развитие города. Для участников спартакиады это большое спортивное событие не только возможность проявить себя, шанс на личностный рост, но и возможность расширения круга общения и обмена опытом. Ирина Вобещевич, Данил Заславский, 5 канал. Это была последняя информация выпуска. Спасибо вам за внимание. Увидимся завтра. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»